Бывало ли с тобой такое? Ты идешь по городу, видишь бездомного котенка или щенка. Наверняка у тебя проснулось желание помочь ему или вовсе забрать его к себе домой. Как бы ты поступила в такой ситуации? Был случай, когда я подобрала двухмесячного котенка, выкормила, выходила и пристроила в добрые руки. Проблема бездомных животных очень актуальна в нашей стране и наш город не исключение. Давай спросим у жителей нашего города, приходилось ли им помогать братьям нашим меньшим? Были ли у тебя случаи, когда ты помогал бездомным животным? Были. Мы с мамой проходили мимо, увидели бездомных котят с кошкой и принесли им кусок рыбы. Я из Москвы. Мы недавно здесь поселились. У нас здесь дача. Прекрасный город. И то, что вы говорите о животных, у нас в Москве этих бездомных и собак, и кошек, если не в десятку, то в сотни раз больше. И то, что здесь оставляют животных, ну это уже не по-людски. Это же не игрушка, которую поиграл, погладил, там кость бросил с собачки, а ребенок подрос или уезжаете с дачи и бросают. И вот бедолаги бегают там, голодные. Ну летом еще как-то прокормиться можно. Может соседик кость какую-то бросит. А так-то, ну... Как вы относитесь к бездомным животным? Помогали ли когда-нибудь? Были такие случаи? Ну как помогать? Покормить. У нас во дворе, например, очень много, особенно женщин седобольных. Ну у меня, вот, пакетики ему покупаешь, ну передаешь у себя. Ну не все это любят, не всем это нравится. Представляете, наложат этих мисочек, пакетиков. Хорошо, если после себя уберут. Кошка же не сможет за собой прибраться. А так, нормально отношусь. Я там, допустим, два щенка под машиной. Я взяла одного, там подруге еще отдала одного. Мама разрешила, вот, сейчас у меня собака дома. Около моего подъезда много бездомных котят, и я им всегда выношу что-нибудь поесть. Если есть что-нибудь дома, суп или колбаса, я им всегда выношу. Добрые люди все же есть, немало случаев нам говорит об этом. В нашем городе есть пункт передержки собак, за питомцами которого ухаживает инициативная группа волонтеров, которым небезразлична судьба бродяг. А знают ли об этом конаковцы? Отлов собак в нашем районе ведется регулярно. С марта месяца обязанности эти возложили на компанию Доркомсервис. На территории предприятия был оборудован пункт передержки. Помощь по уходу взяли на себя неравнодушные граждане, которые не только пытаются улучшить условия жизни собак, но и найти для них новый дом. С момента строительства вольеров уже пристроено в добрые руки более 50 собак. За каждым обитателем волонтеры ухаживают как за родным. Чистят клетки, кормят, играют и, что немало важно, каждого осматривает ветеринар, делает все необходимые прививки, проводит регулярные осмотры. По словам начальника ветстанции, количество покосов людей бездомными собаками сократилось в разы. Вот как организовался вот это у нас, ну, назвать изолятором или приютом, вот это количество, ну, стали у нас в городе число бродячих собак стало намного меньше. Можно сказать, даже и покусов стало меньше. Раньше был покус у нас еще больше. Вы, наверное, обращали внимание, что по городу бегали собаки, люди просто боялись выходить-то. Сейчас они отлавливают, собаки содержатся в клетках, я там был. Значит, условия нормальные, я считаю. Организовано там кормление все. Необходимо такой привод создать в городе. Я смотрю даже и в вашей передаче смотрел, что люди приходят туда и даже забирают себя щенят там оттуда. Нужен, конечно. Сейчас в пункте придержки находятся 20 собак, и все они ждут своих хозяев. Дружелюбные, ласковые и хорошие строжа. Выбор большой. Есть не только взрослые собаки, но и щенки. Не так давно на Волге прошла акция в поддержку бездомных животных. Волонтеры собирали подписи на строительство настоящего приюта. А как вы относитесь к созданию приюта в нашем районе? Ну, может быть, будут их собирать, может быть, кто-то будет их брать домой. То есть домов там много частных. То есть, да, конечно, однозначно. То есть, ну, не должны животного так убегать. Должно быть где-то все же на уровне власти. Вольеры какие-то, чтобы были. И, наверное, люди помогали бы. Даже вот на средства людей вот так вот можно было бы как-то. Многие бы приходили, забирали этих бездомных собачек. Я думаю, что это вполне вопрос решен. А вот у нас есть уже такая группа в городе. Они занимаются именно, ну, собак помешают вольеры, помогают, кормят их. Но они хотят создать уже вот прямо большой приют для бездомных животных. Ну, это приятно. Вот как вы к этому относитесь? Это очень положительно. Очень положительно, конечно, мы относимся. Нужно построить приют, чтобы у бездомных животных был дом. Чтобы им там всегда помогали. Если у кого-то сломана там лапа или что-нибудь еще, чтобы они всегда были живы и здоровы. А вот ты, например, если бы у нас был бы приют, ходила бы туда помогать, кормить их, чистить? Ну, да. Я очень люблю животных. Маленький щенок валяется, тоже слепой. Мне их очень, конечно, жалко. Хочется, чтобы приют построили какой-нибудь у нас. Чтобы люди добрые ходили, забирали и ухаживали за ним очень хорошо. Волонтеры не отчаиваются и уверены, что обязательно добьются успеха. Ведь приют для бездомных животных просто необходим в нашем районе не только из гуманных целей. Хозячие собаки могут стать настоящей опасностью не только для взрослых, но и для маленьких горожан. Я иду мимо городка. Тут собака, стая была. На меня напали. Я убежала. Спряталась в подъезде и ждала, пока они убегут. Я так не боюсь, но один раз собака за мной побежала. Мы с друзьями бежали от нее. Испугались, но так я не боюсь собак. У меня мать в старом городе живет. Дочка там. То в магазин выйдет, то еще куда-то. Масса этих животных бегает. Ребенок идет, проходит. Вот эта стая, 5-7 собак начинает кидаться. Не знаю, то есть раз соседи отгоняли этих собак, раз я, то есть и отгонять начинаешь, они не убегают. Приходится там что-то брать, либо кидать, либо их бить. Потому что, ну, это агрессия неимоверная. Нельзя забывать о том, что домашние животные – это лучшие друзья человека. А их нередкая агрессия – это следствие людской жестокости. Мы в ответе за тех, кого приручили. Так что, если вы давно мечтали о верном друге, у вас есть прекрасная возможность сделать счастливыми бездомных братьев наших меньших. Пункт передержки бездомных животных находится на территории предприятия Доркомсервис. Все подробности можно узнать по телефону 8 903 611 0755. Это была рубрика «У Фонтана» и ее ведущие Дарья Корочкина и Мария Гивандиа. До свидания.